Здравствуйте, дорогие друзья! В Государственном музее Алексея Максимовича Горького состоялся ученый совет. В него входят руководители учреждений культуры, образования, ученые высших учебных заведений Нижнего Новгорода и Москвы, представители творческих организаций, ведущие сотрудники Государственного музея Горького. На этот раз утверждался состав ученого совета музея, утверждался план работы на 2016 год и, самое главное, шел разговор о подготовке к празднованию 150-летия со дня рождения Горького, которое состоится в 2018 году. Составлен обширный реестр памятных мест, связанных с Горьким в Нижнем Новгороде. Задумано создание уникального литературного квартала на перекрестке улиц Симашка и Ковалихинской, в который войдут музей квартиры Горького на улице Симашка, и усадьба, в которой родился Горький, она находится на Ковалихинской улице. Задумано издание книг об этих местах, но все это пока планы, а времени на эти добрые дела почти не осталось. Но это так, к слову, перед нашим видео-адмонахом Кондурой. Мы продолжаем наше путешествие в Первомайский район и в сам Первомайск. Вы уже встретились с главой администрации Первомайска Еленой Лебедновой, познакомились с генеральным директором завода Владимиром Батенковым, услышали виртуальную игру на рояле уроженца Первомайска Геннадия Куршкова, ныне композитора и преподавателя Нижегородской государственной консерватории. А сегодня мы приглашаем вас в Первомайскую музыкальную школу и в мастерскую замечательного художника из Первомайска Вячеслава Назенцева. ПЕСНЯ 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 В 1954 году открылась детская музыкальная школа в Первомайске. Начинали ее молодые специалисты Ирина и Эдуард Бухвалов. Не было ни материальной базы, ни помещения. Потом появился Николай Качанов, который внес огромный вклад в организацию развития школы. На конец 1 сентября 1980 года школа встречала учащихся в большом двухэтажном здании. Многие из выпускников школы стали профессиональными музыкантами. Среди них был Геннадий Курсков, ныне талантливый пианист-импровизатор, композитор, преподаватель Нижегородской консерватории имени Галинки. Геннадий Курсков Одаренные дети в области музыкального искусства находят здесь поддержку и понимание. Многим из них школа помогла обрести силы для преодоления трудностей на пути движения к профессии. Геннадий Курсков Геннадий Курсков В школе существует реализация дополнительных профессиональных программ в области музыкального искусства. В настоящее время в детской музыкальной школе производится обучение по специальностям баян, фортепиано, аккордеон, гитара. Школа провела вечер, посвященный 70-летию Дунаевского, 175-летию со дня рождения Чайковского, 245-летию со дня рождения Бетховена и многие другие. Работа школы направлена на выявление одаренных детей и дальнейшее обучение их, подготовка к поступлениям в высшие и средние учебные заведения музыкального профиля. Коллектив школы у нас разнообразный и по возрастному составу, и по образовательной ценз. Работа школы ведется по дополнительным общеобразовательным программам. Инструменты у нас не особо большой. Такой выбор инструментов в основном фортепиано, гитара, баян, аккордеон. В школе существуют небольшие коллективы, как вокальный ансамбль, оркестровый ансамбль. Я уже говорила, что состав разнообразный у нас преподавательский. Все преподаватели высококвалифицированы, имеют первую категорию. Некоторые преподаватели работают уже более 30 лет, но в основном состав старый. ПЕСНЯ На гитаре играешь, да? А почему ты выбрал гитару или фортепиано, допустим? Ну, потому что у меня брат ходил на гитару, и мама меня тоже на гитару отдала. Хорошо играешь? Ну, да. Выступают, нет, или только дома? Только дома. Какую музыку ты любишь исполнять на фортепиано? Какого композитора? Да. Ну, может, Бетховена. На горе это калина, под горою малина. Ну, что ж, кому дело калина? Ну, кому какое дело малина? Там девицы гуляли, там красные гуляли. Ну, что ж, кому дело калина? Ну, кому какое дело гуляли, Калинушку вам мали. Калинушку вам мали. Ну, что ж, кому дело ломали. Я знаю, что за рубежом некоторые фирмы при приеме на работу специалистов отдают предпочтение тем, у кого есть начальное музыкальное образование. Музыканты более креативные, более сообразительные, более лобильные, гибкие в любых сферах. Будь то бизнес, творчество, социальная сфера. Нынешние дети, я даже со своим детством сравниваю, они более смелые, более раскованные, более свободные. Ну, в чем-то, может быть, это плохо, а в чем-то и, наоборот, помогает. Потому что человек, занимающийся творчеством, он не должен быть зашорен и подвержен стереотипам. Музыкальная культура рождается не только в столицах, но и здесь, в небольших российских городах. Сохраните эту традицию, и честь этого великого рождения наша задача вполне выполнимая. Скоро в Первомайске откроется крупный культурный центр. Раньше его назвали бы Дворцом культуры. Кроме его, руководители района планируют открытие картинной галереи. И один из залов ее будет посвящен творчеству художника Вячеслава Назенцева. Художник Вячеслав Назенцев является гордостью Первомайского края. Ему 75 лет. Он родился далеко от Первомайска, но первые профессиональные уроки он получил от художника Николая Мачалина. Его работы находятся в коллекции не только российских коллекционеров, но и за рубежом. Так воспеть свой край, так сложить изобразительную поэму о земле, с которой у художника связано полвека жизни, может только человек, преданный этому краю до самого глубинного нерва своей любви к земле, на которой вырос его талант, его культура, его преданность к краю, в котором он живет. Мы говорим о патриотизме. Не в этом ли реальный патриотизм, который работает и трудится на всех нас? Ну, просто интересно передать вот это, что видишь. Вот это состояние. Тем более природа нам меняется состояние. Сегодня такая, завтра такая. Это вот и интересует. Скажите, а вот у вас все-таки профессия, скажем так, гражданская какая была? И почему вы на художника пришли? А у меня профессии-то и не было гражданской. Я как школу кончил, я ноги ломал. Мне вроде негоден к строевой. Отец военком. Я все-таки добился, и он меня отправил. В Московский округ он меня отправил. А я попал на Дальний Восток. Пейзажи Вячеслава Назинцева – это стихи, воплощенные в палитре изобразительного искусства. Он грустит над осенней листвой, радуется весеннему закату, торжествует вместе с летней зеленью, деликатно и осторожно относится к весеннему пейзажу. Кстати, продолжая в этом плане традиции великих художников русского искусства. Он радуется краскам лета и весенним паводкам. А золотая осень Назинцева напоминает нам опечатления и эмоции Александра Пушкина об этой поре года. Он творец высокого полета. И хотя его персональных выставок прошло не так уж и много, но без него культурный ландшафт Первой Майска и даже Нижегородского региона трудно представить. Это состояние природы передаёт. Утро, полдень, вечер. Министр культуры Нижегородской области Сергей Горин поздравил Назинцева с юбилеем и сказал, выражаю благодарность за большой вклад в развитие культуры Нижегородской области, активное участие в социально-культурных проектах, направленных на пропаганду изобразительного искусства. А по большому счёту, спасибо Вячеславу Алексеевичу за любовь к родной земле. И очень точно сказал генеральный директор Первомайского акционерного общества транспневматика Владимир Бутенков, вы человек, который поистине составляет золотой фонд нашего города. В Нижегородском государственном художественном музее проходит поистине сенсационная выставка «Хохлома. Традиции и современность». Таких выставок у нас не было давно, а они нужны. На ней представлено произведение, именно произведение, а не изделие народного художника России Николая Гущина. Николай Гущин родился в Криверлинском районе Нижегородской области, на родине подлинной охламской росписи. Не потому ли смыслом его жизни стал эта самая роспись, не потому ли весь свой талант и творческую энергию он отдал сохранению этого уникального народного искусства. И не только сохранению, но и разбитию. Его шедевры считаются полноправными явлениями русской культуры 21 века. Николай уже четверть века член Союза художников России, участник огромного количества международных, федеральных и областных выставок, в том числе и персональной выставки, которая состоялась в Государственном русском музее в Петербурге. Почетные звания, медали и премии перечислять не будем. Его произведение находится в коллекциях Государственного русского музея, музеев Смоленска, Калуги, Иркутска, Красноярска, Мурманска, Нижнего Новгорода, Махачкалы и многих других городов России, а также в частных собраниях в России и за рубежом. У нас выставка задумалась к 55-летию художника. Собирались работы как поздние, так и ранние, разного периода, поэтому охват достаточно большой и показано более 100 произведений на данной выставке. Произведения собраны из музейно-выставочного центра «Очина», это Кавернинский район, из частных собраний. Также выставка показана, как художник грамотно сохраняет традиции народного промысла и вводит современный взгляд. То есть художник вводит новые орнаменты, он использует новые формы предметов. И так мы видим, как традиции сохраняются, то есть технология изготовления никуда не уходит. То есть из этих предметов можно также и есть, и пить, и они будут в сохранности. То есть они не испортят свой внешний вид и будут также радовать глаз. Гущин – поэт Кавернинской травки. Как писала известная искусствовед Татьяна Емельянова, приверженцами старинной травки и кудрины были художники из села Хрящи. В их семье, известной своим искусством еще с XVIII века, мастерство передавалось от отца к сыну. Самыми ранними считают простую травку и орнамент под древо. Самой характерной – строгую гамму красного, черного и немногочисленных пятен золота в составе основного узора и в виде узких полосок по краям изделия. Кавернинская хохлома всегда восхищалась своей лиричностью и близостью к самой природе. Знаменитый искусствовед Бакушинский говорил, «Травка, и только травка, должна быть основой хохломы. Только она может вернуть росписи подлинно народный характер, ее настоящее лицо». Дело в том, что всегда и мастера, и искусствоведы говорили, что в отличие от всех других росписей в хохломском направлении, Кавернинская – это простота душевная, русская, деревенская, открытая. Там нет затейливых каких-то фантастических элементов. Все идет тонко, принятое от природы. То есть все передается также для других с такой же простотой, которая легко и воспринимается. На выставке произведений Николая Гущина в художественном музее были представлены разные виды его изделий – чаши, братин, вазы, поставки, панно, декоративные тарелки. Среди них – декоративная тарелка со знаменитым хохломским пряником. Композиции росписей Гущина отличаются удивительной органичностью, продуманностью и отменным вкусом. Он унаследовал все то лучшее, что оставили для него и для будущих поколений мастеров хохломской росписи – его учителя. Ольга Павловна Лушина, Ольга Николаевна Веселова, Валентина Александровна Удалова. Вот невероятная вот эта захлестывающая красота – это очень здорово. И то есть вот стоило все бросить в Москве, все дела, чтобы приехать вот сюда и побывать вот на этой выставке. Николай Александрович – замечательный, потрясающий красоты художник. Рассказ о выставке Николая Гущина мы продолжим в следующем выпуске нашего видео «Альманаха». Пришло время попрощаться с вами до следующего выпуска нашего видео «Альманаха». Всего хорошего! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова